Имманский педофил пойман. ДНК задержанного 20-летнего мужчины совпадает с образцами с мест преступлений. Он ожидал признательные показания. Об этом сегодня сообщили в госполиции. На счету имманского педофила нападение на четырех несовершеннолетних девочек. Подробности у Дианы Хадулиной. Полиция задержала подозреваемого еще в минувшую среду. В пятницу его поместили под арест. Идет следствие. Личность предполагаемого преступника не разглашается. Известно, что молодому человеку 20 лет. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за употребление наркотиков и мелкое воровство. Можем сказать однозначно, что он их выслеживал. Он наблюдал за детскими площадками. Также подтверждается наше предположение, что он мог оказывать сопротивление при задержании. У него официально регистрированный газовый пистолет был. Как оказалось, имманский педофил вовсе неместный. Задекларированное место жительства за пределами Риги. В Иммонте живут родственники подозреваемого, которые, по словам полиции, о преступлениях ничего не знали. Все это время улицы Иммонты патрулировала не только полиция, но и простые жители. Антон Царфин сам отец двоих детей. Именно он организовал гражданский дозор. Новости о поимке педофила узнал от нашей съемочной группы. Молодой человек решил вместе с нами поехать в полицию. Ваш утречний звонок стал действительно приятной новостью. Хотелось услышать, что на одного изверга стало на наших улицах меньше. Один вопрос только у меня. Насколько была работа систематически до поимки или это получилось спонтанно? В полиции говорят, задержанный был крайне осторожен. Избегал камер видеонаблюдения, менял маршрут и передвигался на общественном транспорте. За время поисков изображение предполагаемого преступника изменялось несколько раз. И если в начале поисков фоторобот висел чуть ли не на каждом подъезде, то сейчас, обойдя район, мы не нашли ни одного. Ну это срывают. Срывают, потому что уже это, как говорится, все это прошла волна. И люди успокоились. Все были на стрёме. У меня дочка растет, старший сын. Тоже такой высокий, все время его проверяли, потому что всех мужчин проверяют. Законы должны быть более строгие. Не то, что законы, а применение этих законов должно быть более строгим. К таким вещам. Где доказано, где там, чтобы, говорится, не то, что человек там только подозревается, а если уже установлено, что он виноват, он должен нести заслуженное по закону наказание. Юноше назначена психиатрическая экспертиза. Полиция выясняет, нет ли на его счету и других нападений на детей. Дело может быть передано в суд в следующем году. Диана Хадулина, Кришьяни Слейт, Латвийское телевидение.